Сегодня с вами я, Сослав Слободской, руководитель технической поддержки нашей компании, компания «Иптоматика». И мой коллега Юрий Кушин – это наш пресейл-инженер по видеоконференц-связи и аудиовизуальным решениям. Человек с большим практическим опытом, он нам сегодня поможет посмотреть, как выглядит установка OMS, как все это вживую в процессе будет происходить. Да, коллеги, приветствую. Сегодня нас ждет с вами на увлекательнейшее мероприятие по установке и разворачиванию OMS. Надеюсь, нам всем будет это интересно. Ну и ради этого мы все сюда и собирались. Начнем немножко с теоретической части. О чем мы сегодня вообще будем говорить? Сейчас я кратенько расскажу про системные требования. Рассматривать их будем на примере актуальной версии, версии OMS 2.4. Они несколько изменились относительно предыдущей. Об этом также, скажем, отдельно. Поговорим про этапы установки, а потом уже на практике будем смотреть, как все это делается. Ну и из таких простейших вещей, из минимальных системных требований, что рекомендует Ялинг? Рекомендует Ялинг ставить OMS на Cintos версии 7.5 или позднее. По нашей практике наиболее хорошо, скажем так, OMS и корректно ставится и полно работает на версии 7.7. Мы, как компания Pymatica, рекомендуем именно ее. Для работы сервера нам понадобится как минимум 24 гигабайта оперативной памяти, желательно больше, но это тот меню, при котором сервер у вас будет работать. Как минимум 12 ядер центрального процессора. Точное количество ядер у вас, конечно, будет зависеть от того, насколько большую нагрузку вы на сервер предполагаете, насколько большое количество лицензий, насколько большое количество у вас видеоучастников будет в конференции. Это все нужно считать отдельно, но минимум нужно 12 ядер на сервер. И нам понадобится жесткий диск в 1T-байт, мы чуть позже рассмотрим, каким образом он у нас будет распределяться по разделам, и в теории, и на практике. И, естественно, гигабитный сетевой интерфейс, куда без него. Если немножко более подробно. Примерно таким образом, как в правой части указано, у вас будут распределяться по разделам память на сервере. В верхней части представлено распределение памяти для установки сервера на одну машину. Если у вас кластер, то нужно будет на каждом из серверов отделять указанное пространство. И в версии 2.4 несколько поменяли порты. Большая часть стандартная осталась той же самой. Но при обновлении с версии 2.3 на 2.4 стоит обратить на порты внимание, чтобы у вас, если был, например, какой-то проброс, все порты корректно соответствовали при пробросе, потому что у вас реально на сервере используется. Я бы тут хотел добавить, что на сроках VMS можно менять порты. То есть здесь в табличке указаны стандартные порты, которые используются по умолчанию. Вы можете их и сделать своими. Ну и, как я уже говорил по Цинтосу, я линк рекомендую, чтобы сделать версию 7.5 или позднее. Мы на практике пришли к тому, что используем версию 7.7 DVD и устанавливаем ее в режим Minimal. Тогда, соответственно, установка занимает не такое большое количество пространства операционной системы, но полностью работает и корректно с VMS дружит. На данный момент, хотя елинка указывает 7.5 или позднее, версия 8 и выше не поддерживается в принципе, поэтому мы рекомендуем ставить 7.7. Да, насколько я знаю, вроде как вышла версия Цинтос 7.8, но просто банально она вышла совсем недавно, и, как это сказать, опыта личной установки на 7.8 нету, но в принципе нет причин, чтобы она не заработала. Ну а 7.7 это, так скажем, версия, которая прошла через одну установку. И мы точно знаем, что все работает корректно. На этом, наверное, такая вводная теория пока закончена. Я предлагаю тогда, Юрий, приступить непосредственно к установке. Да, смотрите, коллеги, мы будем в качестве примера использовать виртуальную платформу VMWari. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Я чат после этого видеть не буду, но если что, все слова, пожалуйста, смотрите чат. Если будут какие-то вопросы. Да, и коллеги, если у вас будут вообще вопросы появляться, смело пишите сразу их в чат. Мы будем останавливаться и отвечать на ваши вопросы. И вообще у нас будет достаточно большие паузы, потому что мы будем, так скажем, разворачивать WMS 0. Ну и там потребуется перенесение файлов достаточно большого объема. А также и сам процесс установки, он не быстрый. Собственно, у нас будет время на ответить на вопросы, которые у вас возникнут. Тогда сейчас я включаю демонстрацию экрана. Сейчас будет, конечно, не совсем красиво, но... Вот, надеюсь, вы ее сейчас увидите. Сейчас проверю по трансляции. Да, вроде бы пошло. Собственно, виртуальная платформа VMWari. Мы создаем новую виртуальную машину. Назову ее WMS 2.4. Ввиду того, что у нас эта виртуальная платформа достаточно активно используется, и у нас нету достаточного количества ресурсов, необходимых для успешного разворачивания сервера, мы покажем сам процесс установки. Но конкретно этот WMS у нас не установится. Заодно покажем, что будет, если серверу выделено недостаточное количество памяти. Ну, так скажем, на личном примере. Вот. Проходим все этапы. То есть, что нам нужно... Давайте вернусь сначала. Создаем виртуальную машину, обзываем ее, выбираем Linux CentOS 7 версии, выбираем, если у нас есть какое-то дисковое пространство, куда будет разворачиваться и работать E-Link Meeting сервер, и, соответственно, приходим к настройкам. У нас это бесплатная версия в VMWari, поэтому я не могу выделить большее количество виртуальных процессоров. В нашем случае будет 8. Выделяем памяти. Давайте ставим 16. В предыдущих версиях достаточно было и 16 гигабайт, и памяти. В зависимости от настроек выбираем сетевой процессор, и нам нужно образ самого установочника CentOS выбрать. Здесь можно проверить свои настройки. А, понятно. Сообщил, что виртуальная машина с таким названием уже есть. Это мои предыдущие опыты. Создадим с другим названием. Сейчас быстренько сделаем. Для установки и разворачиваемого MS-а 8 ядер достаточно, но вы будете сильно ограничены в количестве участников конференции. Если хотите, чтобы у вас было хотя бы там 10 участников, надо соответствовать минимальным требованиям, которые рассказывал, показывал мой коллега Всеслав. Создается виртуальная машина. Создалась. Должна она здесь появиться. Вот. И запускаем ее. Сначала нам нужно сделать установку на CentOS, ну, самого CentOS. Давайте я немножко увеличу размер полотна. Давайте пока он там проверяет, посмотрю, есть ли какие-то вопросы. Вижу вопросы есть. Всеслав, может быть, ты и ответишь на них? Или там уже, там уже в чате отвечают, я посмотрю. Все верно. Я думаю, я еще слайдик подготовлю, чтобы даже в трансляции записалась. Как раз, когда ты демонстрацию закончишь, еще раз я его покажу всем. Да, коллеги, у производителя есть формула расчета, скажем так, мы показывали минимальные требования, но есть, во-первых, формула расчета, посмотреть, если у вас есть уже какие-то ресурсы аппаратные, и посмотреть, сколько они потянут. То есть, здесь формула расчета, они, вот, видел, коллеги в чате высылали. Также есть, так скажем, можно получить готовые требования. Условно, вы говорите, нам нужно решение, то есть аппаратные требования для 30 Full CD участников. И мы вам можем их предоставить. Вот, ну, продолжаем процесс установки CentOS 7-го. Выбор языка здесь не принципиальный, ну, используем английский. Дальше, что нам тут нужно сделать? Во-первых, выбрать, как это сказать, дисковое пространство. Обязательно нам нужно настроить сетевой интерфейс. То есть, по умолчанию в CentOS стоит получение PDA-HTP, но нам нужно именно непосредственно прописать статику, чтобы потом найти этот наш e-link-минк-сервер. По крайней мере, мы рекомендуем прописывать все-таки статическую и делать это сразу. Включаем сетевой интерфейс. В принципе, настроек больше не требуется. Можно еще изменить часовой пояс, поставить как корректный. Вот. И, собственно, все. Никаких здесь дополнительных настроек не надо. Выбор установки у нас минимальный. Не нужен нам графический интерфейс. Как показывал практика, при использовании его могут выстегать проблемы. Вот, соответственно, рекомендуем именно минимальную установку. Ну, и начинаем процесс установки. Обязательно нужно создать там рута, рут пользователя. Можно еще также создать админа, но я этого делать не буду. В моем случае будет достаточно пользователя рут. Ну, и, собственно, сейчас у нас есть время на пообщаться. Всеслав, если хочешь, можешь пока перебить мою трансляцию и показать таблички или слайды, которые хотел. Сейчас мы просто сидим и ждем, когда именно закончат установку сам Центоз. Да, сейчас через пару секунд тоже покажу. Для VMS 2.4 несколько отличаются требования от того, что больше было приведено. Пару секунд. Я думаю, тебе стоит рассказать, почему у нас с каждым разом требования к серверу, к сожалению, повышаются. Но повышаются они по той причине, что у нас VMS постоянно развивается, и постоянно, так скажем, обрастают функционалом. В каждый квартал выходит новая версия программного обеспечения, где добавляются там новые функции, исправляются какие-то баги в том числе. Вот. Михаил Дзебан спрашивает, есть ли смысл обновления с последней версии 2.3 на новые 2.4? Что стабильнее? По стабильности они, в принципе, все одинаковые. Если у вас установлено и используется VMS 2.3, VMS он работает стабильно, никаких проблем не замечено, и тот функционал, который у него есть, вам достаточно, то, в принципе, обновляться нет смысла. Вот. Если какие-то возникают проблемы на текущей версии VMS условно 2.3, то первое, что вам рекомендуется, будет сделано, это все-таки обновиться до уже крайней версии VMS 2.4. Вот сейчас Сислав показывает требования к серверу расчетные. Мы тебя пока не слышим, Сислав, у тебя выключен микрофон. Да, если говорить именно о ресурсах, которые Еленк рекомендует под версию 2.4, то они действительно несколько выше, чем до 2.3. Примерно таким образом, как у вас на экране отображаются. Для физического виртуального сервера необходимо выделять ядра. На тему стабильности, да, я здесь с Юрием полностью согласен. По стабильности принципиальной разницы между ними нет. Но, во-первых, имеет смысл обновляться, если вам необходим новый функционал. Во-вторых, при обращении к Еленку к каким-то вопросам, в любом случае, первая рекомендация от них – это обновиться до последней версии. После этого они какие-то вопросы будут рассматривать. Поэтому это необходимо тоже в голове держать. Михаил Дзебан спрашивает, ключи только перевыписывать надо с 2.3 на 2.4. Нет, при обновлении внутри поколения второго, условно, первой цифры 2, это означает поколение. При переходе с WMS 2.3 на 2.4 вам не нужно перевыписывать лицензии. Они не слетают, не удаляются, настройки не сбрасываются. Происходит просто простое обновление. Просто нужно подождать время, пока у вас сервер обновится, и все. Денис Быстров спрашивает, истекшим сервисным контрактам не отдавиться с более древних. В сервисный контракт входит в том числе и обновление программного обеспечения. Новые, ну вообще версии у WMS в общем доступе их нету. Они получаются только у нас при проверке как раз сервисного контракта. О, коллеги, у меня тем временем установился Сентоз. Давайте тогда перейдем. Собственно, его перезагружаем. Кстати, Сислав, скажи, как там? Хорошо видно или нет? Или может быть качества трансляции не хватает, чтобы было хорошо видно? Ну, с моей стороны окно видно достаточно хорошо. То есть более чем читаемые буквы. Тогда хорошо. Сейчас нас, коллеги, будет ждать еще одна пауза. Мы сейчас будем переносить образ WMS в виртуальную машину. Вот, собственно, все. У нас появилась консоль SSH. Сейчас я перейду в путье, так скажем, это удобнее. Ввожу IP-адрес в виртуальной машины. Так. Коллеги, ваши вопросы уезжают сейчас. Дождем следующую паузу, она уже будет скоро иногда. Чтобы Юрий не перебивать, про них поговорим. Почему-то у нас сетевой интерфейс не поднялся. Давайте пока я попробую посмотреть, почему у нас сетевой интерфейс не общался. Ну, по поводу инструкции. Я какую версию смотрели инструкции? Для какого WMS? Можно или нет продлить реальные лицензии? Это, наверное, больше всего вопрос к Юрию. В принципе, реальные лицензии продлить можно. Для этого, я так понимаю, что пока в рамках тестирования просто пишите нам запрос в нашу компанию. В продолжении переписки, когда вы получаете реальные версии, тогда мы их и продляем. Это нормальная практика. По поводу того, где проводить вебинар. Вопрос, конечно, интересный. Здесь, наверное, больше, как это сказать, изначально проводили на Майнде, поэтому на текущий момент все еще проводим на Майнде. Я думаю, что рано или поздно на WMS перейдем. Я все ждал этого вопроса, почему мы... Самый популярный вопрос, когда мы рассказываем про WMS, почему мы выступаем на Майнде. По поводу инструкции посмотрим этот момент. Если там действительно этого не было, мы тогда с Ялинком пообщаемся. Да и в ближайшее время, наверное, не касаемо будем готовить что-то вроде инструкции по процессу установки, но используя в частности эти видеоматериалы. Чтобы этот процесс упростить. Так. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . . Спасибо. . . . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Пойдем. Дмитрий Быстров. Спрашивает. Свежую ссылочку на дистрибутив скинете. Сюда не будем. Если вам нужна свежая версия дистрибутива для тестирования, то обращайтесь по почте. Почту свою я сейчас тоже напишу. По поводу тестирования можете обращаться сюда. Александр спрашивает. Если не хватает ресурса виртуальной машины, можно в реал-тайме комнату расширить на 2-3 сервера? Смотрите, если вы установили YMS в режиме State Alone, то есть он физически расположен на одной виртуальной машине, и затем вы хотите сделать кластер, то вам нужно полностью переустанавливать YMS. Потому что на этапе установки у вас уже как раз вы видите этот момент, когда у вас YMS спросит, какой режим работы будет. Но, допустим, если вы в самом начале установили режиме кластера, условно, с одним мастером и двумя бизнес-нодами, то там уже в реальный момент времени без переустановки YMS вы можете, условно, сделать один мастер и четыре бизнес-ноды. То есть в этом случае уже нет необходимости переустанавливать YMS. Надеюсь, я ответил на вопрос. У нас тем временем уже практически закончилось перенесение. Буквально пару секунд перенеслось. Вот, сейчас я верну трансляцию. Вот, закончилось, перенес я в YMS. У меня был случай, когда, так скажем, товарищ сделал все правильно, все перенес, но YMS не разворачивался у него. Рекомендую проверять после перенесения, что размер исходного файла, который, ну, находится на вашем компьютере, он соответствует тому, что перенеслось. То есть в нашем случае было то, что то ли человек скачал образ не полностью, то ли при перенесении он перенесся не полностью. В общем, условно, пару килобайт не хватало, и этого было достаточно для того, чтобы YMS не установился. Это был какой-то единичный случай, но все же такое может быть. Переносимся в пути. Дальше у нас есть. Надо ввести всего пять команд. Во-первых, мне нужно авторизоваться. Затем заходим. Сейчас, одну секунду, Юрий. Коллеги, а у кого-то кроме Александра есть проблемы с качеством отображения контента? Я могу попробовать увеличить. У меня есть тут кнопка «Качество трансляции высокое». Давайте посмотрим. Я так думаю, что у большей части людей все это читаем, получается. Может быть, вопрос в качестве потока, который принимается просто? Ну, я вроде бы сделал побольше сейчас качества трансляции. Александр, вам все так же плохо видно или стало лучше? Хотя бы вы скажите, так как у вас проблемы с качеством картинки. У меня, по крайней мере, вообще, по-моему, подвисло немножко. Ну, даже говорить стало хуже. Давайте тогда вернем, как было. Если плохо читаемость, давайте я, может, в ноутбук попробую как-то… Нет. Это… К сожалению, не могу искать размер окна пути. Ну, я так понимаю, большей части, судя по написям в чате, все читаемо. Поэтому… Ну, в любом случае, будем потом запись предоставлять. Поэтому я полагаю, что если у кого-то сейчас именно сам процесс не виден четко, то можно будет потом в записи посмотреть. Ну, давайте я сейчас боюсь что-нибудь сломать. Хорошо, давайте продублируем в чат. В общем… Сислав, ты там продублируй, пожалуйста, если тебе будет удобно. Сначала фактически мы заходим в папку, в которой находится у нас образ YMS. Дальше прописывается команда на упаковку, соответственно, непосредственно нашего архива. Выглядит она как tarxv, там, четыре буквы, xzfv и название нашего образа. Соответственно, название будет у каждого… Ну, в данный момент у нас актуальная версия 0.30. Через некоторое время, может быть, там выйдет 0.40 условно. Или, например, там, YMS версии 2.5 будет. То название будет всегда меняться. В инструкции администратора там свое название, но, как бы, это не принципиально. Главное, вот, то, что мы перенесли, мы здесь и прописываем. Запускается скрипт на распаковку. Сидим, ничего не делаем, ждем, когда он закончится. Да, Ю, там еще есть вопрос на тему поддерживаемых OS-виртуализации. Ну, мы пробовали в VM-варе, KIPER-V. У нас, кстати, наш офисный сервер работает на KIPER-V. Вот. Но у нас в презентациях еще было то, что поддерживается… Ну, там, не озон… Забыл, как они называются. В общем, решения, которые, скажем, в СОДе могут быть предоставлены. Давайте сейчас чуть попозже, Александр, я отвечу на то, что поддерживается. Сейчас давайте закончим сначала с установкой. Покажу. Так, он распаковался. Теперь мы переходим в папку Apollo, Apollo install. И после этого прописываем процесс установки именно. Вот. Как бы команда на установку. Инстал. Инстал. Инстал только. Собственно, вот. Это… А! Да, все правильно. Рано еще устанавливать. Его нужно разархивировать. Я поторопился. Опять же прописываем команду tarxzfv. и распаковываем архив install.tar. Сделается это очень быстро. И все. И, собственно, нам остается последняя команда. Сейчас Сислав вам продублирует ее. Это все в чате. Да, все верно. И, собственно, последняя команда непосредственно на установку. Install.sh. Все. У нас пошел процесс установки. Опять нам сейчас предложат установку. В каком режиме мы будем устанавливать. Собственно, это окно автоматически закрывается через, по-моему, 30 секунд. И у нас просят ввести букву A, которая будет по умолчанию. То есть установить на один сервер. То есть в режиме standalone. А в режиме B, если мы введем букву B, будет установка в режиме кластера. И там уже чуть сложнее этапы установки. Но особо сильно ничего не поменяется. Ну, автоматически ввелось A. Пошел процесс установки. Сейчас система начнет проверять память, которая у нее выделена. И, собственно, вот запустился процесс по определению памяти. И он ругается, что у нас дискового пространства недостаточно. Поэтому процесс установки не продолжился. Поэтому в данный момент у вас, допустим, если по какой-то причине установка VMS не произошла, в первую очередь нужно проверить память. Может быть, вы все-таки ее не установили. Также при переходе с VMS 2.3 на 2.4 у вас VMS может не обновиться. Как раз потому, что недостаточно памяти. На этапе установки он также будет ее проверять. На VMS 2.3 таких ограничений по памяти не было. Можно было работать на VMS и с памятью в 300 гигабайт, например. Собственно, если вы все сделали правильно, вы просто уже ничего вам ждать не надо. Постоянно будут бегать вот такие вот команды на установку того или иного сервиса. И через 20 минут примерно это столько времени занимает. Ну, у меня в одного из клиентов было так, что VMS установился 40 минут. Но это уже зависит непосредственно от накруженности виртуальной машины и быстродействия вообще всей системы. Но обычно это занимает где-то около 20 минут. Давайте тогда посмотрим на ответы, на вопросы поотвечаем. Так, про виртуализацию ответили. Какие требования к полосе пропускания и к потерям между нодами? Есть общие вообще требования к полосе пропускания. Условно, все они рассчитываются на видеокодек 264 High Profile, который сейчас самый популярный. А именно, HD это в среднем 1 мегабит, Full HD 2 мегабита, 4K это 6 мегабит. Вот, полоса пропускания. Виртулбокс, честно говоря, не помню про виртулбокс. Сейчас попробую. У меня еще идет демонстрация экрана, вы сами себя видите. Сейчас пока остановлю тогда демонстрацию экрана. Сейчас попробую найти правую виртулбокс информацию. Сейчас попробую найти правую виртулбокс информацию. Сейчас попробую найти правую виртулбокс информацию. вот есть платформы и as это amazon и microsoft azure и виртуализации ну пока написано вем варе и гипервы про virtualbox пока к сожалению как-то подтвердить опровергнуть не могу наверное сейчас себе запишу уточню чтобы у производителя уточнить пока к сожалению сегодня ответить не смогу можете написать нам позднее всеславу либо мне надеюсь уже тогда подготовлю ответ так как у александр как у гипервейс синхронизация часов решать проблему нет никаких проблем честно говоря даже не знаю и существование я так скажем такой опытный пользователь виртуальных машин на самом деле знаю вот только как установить у ms на них вот но не более и об этом говорил диск илья волков пишет вот об этом я и говорил диск надо развивать в ручном режиме ну мы когда я у нас разворачивал на другой платформе на гипервейт но он как бы не так шустро работает как в январе что просто выделяете 1000 ну тут словно терабайт памяти и сам уже там разбивает на то дисковое пространство которые нужно вячеслав никонов то есть требование к полосе между над вами такой же как и одиночному сервер для подключения участников ну конечно потому что но да должны же между собой общаться и поэтому там идет нагрузка на полосу тоже как то кар качество картинки которая передается вот пыстров по-моему денис или правильно помню пишет что он вот он тестировал на квм у него работала по опыту какой максимальный road trip может быть между нотами к сожалению я не знаю что такое road trip приношу извинения владимир кир нога пишет о чем сложность размером диском посвятите ну сложность на самом деле никакой нету надо просто взять и вставить нужное скажем дисковое пространство но к сожалению на в январе у нас такого дискового пространства нету и у нас том числе скажем так и мать на нем крутится поэтому показали с установки вот как вы могли видеть он совершенно не сложный это всего пять команд в консоли после которой вы попадаете собственно на веб-интерфейс точнее она автоматически вы не попадаете после того как у мс установился он автоматически будет доступен на том сетевом адресе который вы указали в самом начале вот давайте про демонстрирую вы после установки вы попадаете вот на такой интерфейс надеюсь все увидят то есть вы в адресной строке браузера прописывайте адрес сервера по умолчанию если я память не изменяется работает именно http не https в каждого в мс а по адресу здесь доступна фактически 2 личных кабинета есть админский личный кабинет админ логин и так же юзера логин и в залогин это ли кабинет пользователей который вы потом создадите то есть у каждого пользователя в мс а есть личный кабинет заходим у администратора роль администратора в мс версии 24 по умолчанию 1 2 3 4 5 6 yl правильно всеслав если что продублирую его в чате пожалуйста по умолчанию у вас здесь будет все по нулям все абсолютно голая лицензии не будет и что вам стоит сразу начать или всеслав или у тебя по-моему была презентация подготовленная сми память не изменяет но мы предполагали что мы какое-то время я думаю что проще на самом деле на практике это дело показать хорошо тогда перейдем к практике первое что вам стоит сделать монстрировать это во первых если у вас уже есть демо лицензия то стоит конечно же начать с нее загрузки ну либо дема либо коммерческой лицензии для этого системные настройки лицензии и сюда мы будем заливать и не заливать а устанавливать загружать лицензию она вам будет придет в старском архиве здесь будет такая кнопка upload если у вас у нас имеет доступ к интернету он не в чисто закрытой локальной сети то через секунд пять максимум десять у вас загрузится те лицензии автоматически которые вы запрашивали моем случае этот и целый банк этих лицензий если доступ к если у мс нет доступа к интернету то вам потребуется еще раз нам написать чтобы сделать онлайн авторизацию оффлайн активацию потребуется небольшие дополнительные действия соответственно в этом случае нужно нажать вот ту самую кнопочку на которой юрий показал спон активации оттуда файл с расширением . рек и вот здесь экспорт нажать да и его соответственно вместе запросом нам переслать нам этот файл уже не того чтобы отправить производителю и на основе него собственно готовится во файл на цвене для активации после этого вы заходите в команд сеттинг в общей настройке и в primary domain вот здесь у вас в этом это очень важное поле практически наверно 80 процентов проблем с которыми возникают именно связано с этим полем это поле отвечает за то что вы будете прописывать в поле адрес сервера на конечных устройствах умолчание у вас здесь будет написано example к силу там по моему то есть какой-то фейковый доменное имя здесь вы прописываете либо можете реальный адрес как моем случае здесь прописан и вот этот реальный адрес для того чтобы мои устройства зарегистрировались на этом сервере я прописываю в поле адрес сервера на конечном устройстве либо вы здесь можете прописать например реальное доменное имя которое резолвится в днс прописывайте доменное имя ну там условно в ms company.com вот и соответственно это доменное имя вы должны будете прописывать в качестве адреса сервера на всех других остальных ограниченных устройствах доменное имя использовать удобно в том случае если у вас абоненты есть которые подключаются из локальной сети и из внешней сети потому что если допустим у меня абоненты вот сейчас вот у меня здесь прописан в белый внешний ip адрес и чтобы локальные абоненты туда к нему могли зарегистрироваться они соответственно должны иметь доступ в интернет и через интернет будут авторизоваться по локальному ip адресу они уже не смогут никак подсоединиться вот так же здесь он настраиваете часовой пояс по умолчанию насколько я помню он будет здесь плюс 8 стоять вам нужно поставить сюда плюс 3 для того чтобы вам в корректном времени как скажем приглашение о предстоящих событиях присылал приходили в правильном часовом диапазоне иначе может быть проблема в том что вам пришло это слишком поздно либо там с некорректным временем чтобы подключаться с разницей в 5 часов ну как то такое себе также вы здесь можете поменять сетевые настройки для этого вот есть целый раздел not management где можно провести настройки сетевого интерфейса собственно вот дальше мы переходим непосредственно в сервисы в сервисах вы включаете те функции которые вам необходимы по умолчанию у вас все эти сервисы и выключены как происходит настройка сервиса вы нажимаете создать дать его продемонстрирую сначала то есть нажимаете добавить вы присылаете какое-то имя этому сервису ну например регистрации можно по-русски написать выбирайте ноду если вы установили в режиме stay the long самом простом способе то здесь ничего выбирать не надо и соответственно выбираете тот сетевой интерфейс который вам необходим если он если их 2 то опять же можно использовать один и порт вот этот сервис сервис регистрации которая здесь самом верху он отвечает за регистрацию программных и аппаратных терминалов я линк на сервере vms также он отвечает за работу и модерирование конференции также он отвечает за работу подключения в аппарате сил участников как конференция то есть практически этот сервис он всегда у вас должен быть включен и вся настройка сервиса заключается в том что вы его добавляете прописываете адрес сервера и выбираете ту сетевую карточку которая за этот функционал должна отвечать все собственно вот как выглядит включенный настроенный сервис регистрация по такому принципу все сервисы включаются то есть нет никаких тонких настроек и все это относится именно к протоколу сип дальше сервис который вам может понадобиться по умолчанию это сервис вызов по ip адресу вы его называете выбираете какой протокол будет это и dp либо dcp и сетевые карточки и указываете порты эти все порты используются по умолчанию здесь вы также можете ограничить чтобы пользователи по ip адресу которые дозванивались позволяли они передавать и принимать видео и собственно здесь он настраивает здесь это все вот вот этот раздел он подставляется здесь по умолчанию его в принципе трогать не нужно собственно опять же все достаточно просто все эти галочки они стоят по умолчанию сервис redirect не нужен а кстати этот сервис айти кол отвечает за возможности вызова и приема абонентов участников конференции по ip адресу то есть это отвечает за участие в конференции не авторизованных абонентов если у нас компании есть терминалы не только ялинг но там и сторонних производителей циска поле и huawei авария и там дальше по списку то за это отвечает сервис регистрации сторонних устройств опять же настройка очень простая вы его создаете прописывать ему имя и забираете сетевую карточку собственно на этом вся настройка заканчивается хочу обратить внимание единственное что что порт регистрации здесь свой 50 60 и это по умолчанию но вы его можете поменять одни и те же порты например порт 50 62 которые используют или 50 60 которые используются для айпи голов вызов пальте адресу то есть вы не можете сделать их одинаковым система вам это не даст она будет ругаться ты должны быть разные которые за это отвечают дальше pstn пир транг сервис регистрация скажем эти все три сервиса отвечают за регистрацию либо за взаимодействие с вашей телефонной станции из этих всех трех сервисов я рекомендую вам использовать именно пир тренд то есть это интеграция с телефонной станции без без авторизации то есть это можно назвать как вейп канал у нас на я старых телефонных станций называется вейп канал чтобы коля ради передавался из конференции в конференцию как этот сервис настраивается можно посмотреть в сроках администратора он скажем не является обязательным все остальные сервисы sky for business федерации тоже не нужно teams по необходимости настраиваются переходим к h3 23 сервисом здесь всего два сервиса один отвечает за прием вызовов по адресу 2 за передачу жила если у вас есть устройство которые работают по h3 23 которые например сип не поддерживает либо они там не стабильно работают во первых можно авторизовать то есть зарегистрировать участников на вкс война елит митинг сервере тоже по протоколу h3 23 настройка здесь тоже достаточно простая прописывайте имя и в этом встроенном gatekeeper единственное что нужно прописать это идентификатор gatekeeper и все остальные порты стоят по умолчанию принципе вы их можете как-то изменить если эти порты у вас заняты но изменить порты можно не все обращаю ваше внимание и теперь здесь по моему даже вообще ничего выставлять не надо можно нужно только прописать h3 23 либо здесь вот есть дополнительные какие-то настройки для авторизации вот опять же достаточно все просто это если требуется работа по протоколу h3 23 дальше важный сервис без которого в мс работать не будет это посредственно mcu все это есть точка сбора и проведения конференции за это отвечает конкретный сервис интерактив медиа его фактически нужно только включить и выбрать ту сетевую карточку за которой будет это отвечать например если у вас есть абоненты которые подключаются из внешней локальной сети то соответственно внешне сетевая карточка если из локальной сети то локальная вот порты в случае необходимости можно поменять собственно это вот в данном разделе единственный сервер который необходим при для того чтобы сервер вообще запустил работать это скажем минимум также если у вас есть абоненты которые подключаются из интернета то есть у вас не чисто локальная сеть то вам нужно включить сервис traversal вот он самый последний здесь внизу его нужно просто добавить здесь никаких тонких настроек нету вы при добавлении указывайте ему имя все остальное лучше не трогать вот собственно все очень просто после этого вы уже переходите в раздел аккаунт начинаете создавать так называемых юзера аккаунтов юзер аккаунт это люди это фич это пользователи конференции то есть это там иван васильевич юрий якушин всеслав слободской и так далее если вам требуется зарегистрировать аппаратные терминалы то для этого есть специальный аккаунт это называется в room system аккаунт здесь возможна группировка делать группы различные если у вас есть устройства которые не могут по каким-то причинам авторизоваться то есть контакт называется другие контакта а за аккаунт фактически вы здесь прописываете какого-то абонента например там терминал один выбирайте по какому протоколу он будет работать и прописывайте его адрес то есть записной книги будет этот терминал в своей группе находиться и если нам нужно его быстро вызвание то не надо человеку сидите набирать этот айпи адрес вручную через записную книгу он может позвонить ну вот условно по вот этому адресу который мы здесь пропишем вот как выглядит добавление участника там опять же все достаточно просто прописывайте ему идентификатор непосредственно его номер имя и пароль можно прописать свой пароль либо использовать тот пароль который сконфигурирует ему система группу присваивает адрес электронной почты и здесь ему можно сделать настройки условно что он может планировать конференции что ему доступен функционал что он может звонить только тем абонентом в которой находится вот прописано вот в этом праве правиле authority что он может записывать конференции или например что он будет поддерживать регистрацию по протоколу h323 то есть он использует протокол h323 для его работы собственно наверное там все это тот минимум который необходим для работы и разворачивания сервера вот давайте тогда я сейчас перейду посмотрим вопросы которые вы будете задавать установлю трансляцию сколько вопросов уже налетело сейчас попробую найти самое начало вот вроде бы нашел так а сколько одна конференция полосы занимать когда докладчик контент и 20 участников ну смотрите здесь важно понимать что я на часть вопросов чать на эту тему там сейчас с этим вопросом пришли к тому насколько мы можем использовать 265 кодек конференции не каких условиях еще раз прошу прощения не услышал когда мы можем вернее можем ли мы сейчас использовать 265 кодек и при каких условиях в конференции новая мыть для того чтобы снизить полосу пропусканий смотрите сейчас вам нас уже поддерживает и 65 кодек то есть это значит опять трансляцию включу новом с как разки версии 2.4 вы можете сейчас я вспомню где это вот здесь есть настройка кодек и вы можете выбрать какие во первых кодеки будут использоваться не все оконечные устройства терминалы аппаратные любят когда в качестве в инвайте не пролетает целая простыня они просто отказываются работать здесь вы во первых можете ограничить как аудио кодеки и вообще посмотреть какие поддерживают так и видео кодеки 265 по умолчанию находится в списке поддерживаемых устройств и соответственно если ему приходит сообщение от конечного устройства что он готов работать по 265 то соответственно они будут работать по нему по крайней мере 265 работает внутри ялинка терминал ялинг нас тоже поддержит и 65 800 и 500 и 880 поддерживает вот и и не соответственно договорятся до 265 он экономит полосу пропускания но важно не не забывай что он зато в два раза сильнее нагружает процессор до по сравнению от пятых и профайл то есть если нужно именно экономить и на полосе мы экономим но мы дополнительные ресурсы по тему сложно на процессор также хочу отметить что индивидуальные настройки по используемым кодекам сделать не получится надеюсь это будет доступно в будущем но пока у нас есть возможность настроить сделать только глобальные настройки вот надеюсь ответил на вопрос всеслав тогда давай ты тогда говори на какие вопросы мы будем отвечать потому что что у нас там еще было если завершить с вот с этим диалогом то еще было поводу полосы пропускания между нодами то есть получается например у нас конференциями то же самое 20 человек с 1 докладчик плюс 1 видеопоток на передачи контента между нами у нас получается уже в таком режиме все это ходить потому что конференция она живет на ваймесе и соответственно участники которые находятся на другой ноде они должны соответственно видеть тоже тех участников поэтому нагрузка между нодами тоже будет но вот кластер он продумевается что эти все физические или виртуальные сервера они будут в одном месте то есть это не будет то что один сервер находится в москве от рукой в владивостоке нет это предназумевается что эти физические машина мне находится рядом но внутри локальной сети у нас как правило таких нету жестких ограничений как например при работе с внешними участниками вот я вижу михаил забан может быть так ведь можно поподробнее про над например это я не рассказал один из способов разворачивания в мс например если у нас всего одна один сетевой интерфейс который живет внутри локальной сети то фактически вы делаете создаете два локальных ip-адреса на я ринг-митинг сервере и один из них стоит с галочкой публичный сейчас я посмотрю по у нас на по-моему не так у нас два физических интерфейса но данный способ установки он описан в инструкции не знаю теперь а в президента у тебя сейчас есть презентация сейчас веслав тогда ее покажет то есть у в мс а есть пока ты подготовишься я покажу у него есть раздел называется адрес порт мэппинг здесь вы показываете прописывайте какой реальный внешний адрес будет и на и на какой внутренний ip-адрес он будет присваиваться с какими портами то есть условно вы делаете проброс портов на роутере с внешнего на внутренний и эти же настройки дублируете здесь чтоб тоже самое мс понимал при работе какой у него внешний ip-адрес и по каким портам он работает фактически это дублирование настроек идет а я даже не показал я перебил да да но и еще то о чем говорил юрий в принципе многие это упомянул что если у нас есть два интерфейса мы предполагаем что оба они находятся в локальной сети но один будет использоваться для связи с внешним миром то один помечаем как публичный для 2 такой настройки в ноге мы не делаем да вот соответственно здесь ты подписана и интернет это локальная сеть интернет это соответственно внешний интернет затем переходится в раздел адрес порт пайпинг как раз ки делается там вот проброс портов уже говорил да есть между внешним внутренним портами надо учитывать и здесь тоже указывать вот таким вот образом так что еще ну из того что у меня есть презента на самом деле не очень много большей части и показал по доменному имени еще у нас могут быть момент когда у нас нет внутреннего отдельно настроенного дна сервера и он наслужит просто ретранслятором внешних днс адресов в этом случае например для внутренней сети у нас будет доступен у нас только по этой адресу можно это отдельно указать при указании доменного имени и на что еще стоит я думаю обратить внимание вот доменное имя которое мы здесь указываем в разделе прайм и домен должно использоваться при регистрации в любом случае там доменный айпи адрес в этом случае если мы здесь сказали доменные уже не примет наверное такой важный момент при регистрации каких-то пример сторонних устройств если мы пытаемся это сделать вот я вижу есть вопрос вот просил пола в партии точно получится по 265 2 партии использует другой видео кодек у нас это поддерживается веби 8 может быть ты уже ответил вот там даже не ответить вот спрашивают по поводу брут-форсом или какие настройки защиты от вейп сканинга есть у мс встроенной политики безопасности их в принципе можно до настроить если тем более еще в мс прятать внутри локальной сети за роутером то это еще будет более безопасно и но вот мы офисный в мс расположили чисто на внешнем айпишнике с полностью проброшенными портами возможно только сссх доступ наверное не пробросили чтобы это наверняка вот и нормально живет да постоянно сыпется запросы на сип по сипу но как бы в мс их нормально прожевывает и игнорирует вот ну как бы для страховки конечно лучше его спрятать за роутером вот запись у нас будет на ю тубе насколько я знаю вот он маркетинга зависит как там вас будет рассылка по регистрации вполне возможно просто ссылочку то скинем когда на эту положу но единственное что это если в таком формате стоит я он займет чуть больше времени пока мы то вместе на ю тубе но пожелания ваши передадим в любом случае интересует возможность и вас прошло интересует авторизации через актив директор и у нас есть интеграция с актив директор и вы можете заходить в аккаунт в личный кабинет через актив директор и также у нас сейчас выходят версии для приложений десктоп и виси мобайл во первых они сейчас у нас проверяются там версия уже доступна с русским языком но нами пока проверяется и можно будет через виси десктоп авторизоваться новой мессе через актив директор и и также на мобильном версии приложения надеюсь вот ответила ванна на вопрос так вот тут была прям целая переписка по актив директор и надеюсь всем ответил константин спрашивает предусмотрено использование гпу при транскодировании надеюсь правильно отвечу но у нас транскодирование и вообще вся вся работа в мс идет чисто на процессорах и на графических не на видеокартах не поддерживается можем вернуться к вопросу работы кластере это только для отказоустойчивости или все-таки одна конференция может обслуживаться ресурсами нескольких серверов здесь решается два при помощи кластер момент во первых отказоустойчивость если у вас например выйдет там из строя в режиме стоит он сервер то вся система порушится в режиме кластера можно построить отказоустойчивую систему но также помимо отказоустойчивость системы у вас увеличивается емкость сервера потому что абоненты могут находиться и обслуживаться несколькими физическими или виртуальными нодами сергей уже вопрос продаешься от пятый кодек если он устанавливается глобальная конференция раздается по веб-протессе который не поддержит этот кодек мы не сможем собрать конференцию или в данном случае нужно включать несколько кодеков смотрите за работу в веб-протессе отвечает кодек vp8 поэтому если мы хотим чтобы веб-протессе участники к нашей конференции присоединялись соответственно этот кодек должен быть включен аппаратные программные терминалы и олинг и сторонние производители уже используют там протоколы серии h260 там 5 4 3 3 плюс вот соответственно в зависимости от наших участников конференции мы включаем либо как-то ограничиваем количество используемых видеокодеков в рамках одной конференции могут находиться как в веб-протессе участники так и аппаратные программные терминалы и они работают с каждой со своей полосой пропускания с которым они максимально могут передавать и общаться вот у нас собирают товарищ просилков практически ответил на этот вопрос илья волков где можно посмотреть информацию о структуре папок и данных во имя сейчас находятся глобальные перемены используемые для кастомизации это просто даже не знаю как то ответить в рамках конкретной задачи если уважаем а нам пишет что именно ему нужно можно пообщаться с производителем уточнить по поводу переменных возможностей изменения файлов непосредственно возможно про api спрашивать но честно говоря по описанию не понял вопроса если нужна информация напишите нам поле на почте более подробно стараемся ответить иван пишет настройки прав на конференцию при авторизации через актив директор есть или есть где настраивается ваймаса есть учетная запись администратор это глобальный пользователь в рамках конференции есть модераторы есть гости модераторы они могут управлять конференции там добавлять участников какие-то сделать правки в ней вот модераторы это те же участники конференции либо которым дали правы дали права модератор либо он является организатором то есть он создал эту конференцию вот вопрос был на тему какой-то трансляции прав и зал да по на на право условно пользователю мс когда через золото авторизм использовать насколько это не поддерживать наверно нет простого и массе и свои абоненты которые просто вытягиваются из активе директор и уже как бы они работают на пмс то есть давай мыси можно авторизоваться при помощи данных из актив директор но один такой должен быть в мс в любом случае быстров спрашивает по андроидной софти не больше года при первом запуске окно запрос на повышение прав на китайском да ну сейчас вот мне буквально пару дней назад вышла русская версия но пока еще не смотрел вот эти всплывающие окна ожидайте скоро думаю будут какие-то новости так идет внутренняя переписка людей иван пользователь по умолчанию гость кого приглашает в планируемую конференцию да он гость кто организует он является модератором при планировании конференции организатор может так скажем менять права пользователей или по во время конференции самой тоже вот а то есть а но и и и Профилков пишет, под кастомизацией Илья Волков имел в виду изменение оформления часового пояса, сервера и так далее. По поводу кастомизации, давайте сейчас покажу, что можно сделать. Для этого у YMS есть целый раздел, называется кастомизация. Кастомизация, где вы можете сделать, во-первых, можете поменять логотипы с Ялинка на ваши корпоративные. Можно поменять заставку веб-портала. Опять же, конечно, YMS это космос, все мы это знаем, но можно, например, свои логотипы, свои компании сюда поставить. Можно название YMS, вот здесь у меня написано IP-матико-шоу-рум, вот он здесь. Вы можете прописать на свое получение, там, по-моему, зависит от лицензии, которую вы получили, там будет компания. Здесь вы можете поменять, в том числе и русские буквы использовать. Название платформы тоже можно убрать, о том, что там было. Ялинг-митинг сервера, опять же, что-то свое, либо вообще это очистить. Также копирайты, время жизни веб-сессии. Опять же, веб-портал уже для подключения веб-ртиссе участников. Здесь же ниже под картинкой написано формат картинки, который поддерживается, JPEG, и там не более 3 мегабайт. Также отсюда вы можете скачать версии, пока еще английские, на VCD, например, либо внутренним сотрудникам раздать ее, чтобы куда-то они в ней не ходили. И здесь вы уже кастомизируете картинки, которые смогут всплывать во время конференции. Ну, условно, welcome screen. То есть, вот, welcome to E-Link. То есть, это событие, когда абонент с устройства просто позвонил по IP-адресу, либо доменному имени на VMS. То есть, он увидит такую заглушку, где ему предложат ввести ID, либо, как это сказать, ID и пароль конференции. Вот. То есть, здесь вы можете все свои картинки прописать и посмотреть, как они будут выглядеть. Опять же, все рекомендации здесь внизу прописаны. Также вы здесь можете отредактировать рассылки email сообщений. В том числе, здесь есть русский язык. Для интеграции собственной телефонии тоже здесь есть. Можно даже свои голосовые приветствия загружать. Есть, кстати, на русском языке достаточно там хорошо озвучено. Ну, не прям уж кровь из ушей, но нормально. Вот. Ну, вы можете, опять же, свои, если у вас есть готовые решения, то можно сюда это загрузить. Так, давайте тогда вернемся, посмотрим, какие еще вопросы. Если я хочу другие шрифты. Другие шрифты не поддерживаются. Вот то, что вот только я показал. На данный момент только эти кастомизации доступны. Илья Волков. Можно еще поподробнее рассказать про настройки почты? Как добиться подтверждения и приема участников конференции? Проходило не на ящик веса, а кто собирает конференцию? При планировании конференции, во-первых, вы на ВМСе должны настроить SMTP ящик. После этого у вас ВМС может рассылать сообщения, приглашения о предстоящих событиях. Вот мы пользуемся компанией Outlook, и Outlook это воспринимает, вот эти сообщения с приглашением, как события в календаре. Фотоматически добавляет это в календарь. И вы в календаре там уже можете принять или отклонить это событие. Наверное, это работает чисто в Outlook в календаре. В ВМС пользователь в своем личном кабинете, либо в панели модерирования, никак не увидит эти события, о том, что подтвердил и отклонил участник эти события. Возможно, сами пользователи внутри Outlook это смогут увидеть, но мы, честно говоря, этим не сильно пользуемся. Мы пользуемся другими системами. Наверное, только при тестировании вы это как-то сможете увидеть. Видите, здесь более точно я уже не смогу ответить на ваш вопрос. Алексей спрашивает, сколько ядер занимает запись потоков? Запись... Ялинк представляет следующую информацию, что одна запись в качестве HD разрешения занимает столько же ресурсов, сколько два HD-видеоучастника. Условно... Сейчас попробую вам написать, чтобы это было как-то более понятно. Один HD-рекорд равен двум HD... Как сказать, CCL, наверное, вот так. То есть CCL — это два видеоучастника с картинкой HD, с разрешением. Алексей спрашивает, как производится контроль ресурсов сервера при планировании конференции? Контроль происходит тем, что, во-первых, в правах пользователя можно ограничить, может ли участник организовывать конференции. И по умолчанию... Пользователь берет и планирует конференцию. Вроде бы я видел, что в настройках есть функция резервировать порты в назначенное время, чтобы в какой-то момент, совершенно случайно, не оказалось, что количество лицензий недоступно. Ну, а не заняты проведением какой-нибудь другой конференции. Просилков спрашивает, а нет примера настройки интеграции с АТС живого? Нет, есть только в инструкциях администратора. Если это прям настолько критично, то мы можем все славу... Ну, если это будет прям такой массовый запрос... Мы успешно делали с телефонной станцией Astrisk... Ой, Astrisk и Astar. Это Astrisk-подобная система. С ней достаточно легко это делать. С А3CX тоже пробовали, но там это более проблематично. С А3CX при некоторых моментах поможет связаться со стороны с малой А3CX, которые вызывают проблемы по этому поводу. Но с А3CX вообще особо проблем нет. Там есть пара нюансов. Может быть, ну, тогда с Сиславом. Ну, в целом, в рамках следующего вебинара можно посмотреть на это дело. Он не совсем по ВМС, но как отдельный вопрос можно рассмотреть в онлайн-формате. Может, мы просто как-то это запишем? Ну, мы себе в любом случае пометим. Коллеги, тогда если, насколько я знаю, у нас с отделом маркетинга делает опросы, либо просит участников сдать обратную связь, если вам нужны какие-то темы, которые вам нужно осветить, пожалуйста, тогда в обратной связи напишите, чтобы мы это понимали. Но, насколько я знаю, FreePBX – это тоже астрископодобная система, только со своим интерфейсом, так что проблем не должно вылипнуть. Да, и если мы будем рассматривать, то именно транк без авторизации, потому что другие способы, они, скажем так, ограничены. То есть с регистрацией там тоже есть свои нюансы. В общем, будем рассматривать только PeerTrunk. Если, в общем, Александр Четвериков спрашивает, достаточно ли будет PeerTrunk сервиса, да, нужно будет со стороны YMS создавать сервис, в нем настраивать правила маршрутизации и отдельно эти правила маршрутизации еще прописывать маршрутизацию вызова в настройке YMS в дни сервиса. Если вот так вот на словах максимально кратко, то это те настройки, которых будет достаточно. Ну и коллеги, да, тема все-таки сегодняшнего собрания, мероприятие было именно по установке и разверту у него в YMS, а там у него столько сервисов, столько функций, что это еще бы заняло часов, может быть, 4-6, чтобы показать, как это все остальное работает. Михаил Виноградов пишет огласить, пожалуйста, список лицензий. Вы имеете в виду список вообще лицензий, которые сейчас есть? Или что именно? Не очень понятно. Коллеги, если в рамках тестирования у вас возникают вопросы по работе YMS, в том числе по настройке, вы можете обращаться ко мне, в мою почту я показывал выше. Так, там есть еще мой коллега. То есть у нас в прицеле работает два человека, вот, либо я, либо он вам поможет. Да, если, соответственно, вопрос по проданному продукту, тогда у нас оплатки, как я писал, и я с вами тогда буду на эту тему общаться. Там Алексей еще по поводу контроля уточнял, контролируется в этом случае только лицензия, не ресурсы. Это все верно. Контролируется именно лицензия, поскольку предполагается, что YMS ставится на машину, мощность которой достаточно для того, чтобы реализовать все установленные на него лицензии. Поэтому контролируется именно они. Там спрашивали насчет лицензий, которые можно показать. Сейчас документы я уже загружать не буду. Во-первых, у нас все эти лицензии есть на нашем сайте ipmatika.ru. Вы там сможете посмотреть это с рекомендованной розничной ценой. И по поводу лицензий. Вот есть лицензии, которые на данный момент доступны. Надеюсь, вам видно. Давайте сделаю на весь экран. Собственно, самая базовая лицензия – это конкурентная. Надеюсь, мою мышку видно. Она стоит 1200 долларов за порт. Без нее вообще у нас работать не будет. Это лицензия, которая активирует его работу. Все остальные, они уже дополняют тот или иной функционал. Бродкастинг – это лицензии, которые позволяют подключать полудуплексных участников или пассивных участников конференции, которые только принимают аудио и видео. Это аналог того, как мы сейчас с вами общаемся. Но с возможностью перехода из пассивного участника в активного участника. Есть лицензии на запись, на запись проводимых конференций. Есть лицензии на стриминговый. То есть у нас сейчас научился делать собственный стриминг. То есть может как стримить, например, на YouTube, на сервисы RTP. Также он может сам создать ссылку в браузер, по которой пользователи будут подключаться и видеть, слышать, что происходит в конференции. Но стать активными участниками не могут. Есть лицензия для интеграции с Teams. И появились относительно недавно еще две лицензии. На самом деле это одна – Monitoring. То есть она отвечает за работу RTSP-шлюзов. То есть можно, например, в конференцию приглашать камеры либо какой-то поток с видеорегистратора. Все эти лицензии розничные. Скажем так, все эти лицензии можно протестировать бесплатно. Также напоминаю, что у нас сейчас есть акции по поводу YMS. До сентября, насколько я знаю, есть возможность получить бесплатное использование. В рамках зарегистрированного проекта и только авторизованные партнеры могут это получить. В общем, рекомендую залезть и посмотреть лишний раз про эту акцию. Также там есть и про терминалы информацию. Надеюсь, вы увидели. Сейчас тогда возвращаюсь к вам. Вопрос по ресурсам. Скорее всего, был такой, как поведет себя YMS, если окажется, что ресурсов для организации очередной конференции недостаточно. Если количество лицензий есть, но ресурсов недостаточно, то YMS будет пытаться, во-первых, реагризовать все-таки эту конференцию с зарезанием качества конференции. Либо будет... Знаете, было несколько случаев. У меня у партнеров один раз было, точнее, у нас у филиала было, что он просто зарезал качество картинки, но участников набивал в конференцию. Ну, то есть там FPS зарезал не 30, а там 10 на передачу изображения. Но в каких-то случаях, если, например, лицензии уже недостаточно, то если лицензии недостаточно, то он будет говорить, что, извините, достигнут лимит полуколичества участников, и, соответственно, подключения не будет. Также хочу напомнить, что у нас есть 40 аудиоучастников, которые предоставляются бесплатно, и вы ими можете пользоваться. То есть если закончится конкурентная лицензия, видео, то участник может присоединиться как аудиоучастник. Алексей, для демо-развертывания лицензии при доступе в ВМС к интернету сами приятели надо куда-то писать при их получении. Про это мы и рассказывали. Если у вас ВМС имеет доступ в интернет, то лицензии должны приобрестись автоматически, точнее, активироваться. Активироваться. Я так понимаю, вопрос именно, как получить начальную лицензию. Приобращение. То есть вы, во-первых, регистрируете проект у нас через вашего менеджера, и также через него, либо через меня, через отдел пресейлов, вы получаете эту демо-лицензию. Демо-лицензия – это архив, который мы загружаем на ВМС, после этого кнопочка «Обновить». Если у ВМС есть доступ к интернету и все хорошо, то этого достаточно для того, чтобы на самом ВМСе все, что у вас в демо-лицензии было получено, оно запустилось. Если же нет, то, как мы говорили, нужно получить оффлайн-лицензию. Алексей спрашивает, какой срок жизни демо-лицензии? Демо-лицензии бывает на месяц, на три месяца, на шесть месяцев. В рамках проекта обычно месяц, а дальше договариваются. Ну и, собственно, там первый вопрос. От него же входило еще, что входит в состав демо-лицензии? Демо-лицензии – это все те лицензии, которые я показывал. Они все могут быть демо-лицензиями. То есть демо – это не конкретный пакет лицензии, а именно просто состояние. Все эти лицензии, перечисленные и показанные ранее, просто они ограничены по времени. Какого-то пакета нету именно. Они просто действительно ограничены по времени. Если мы говорим про коммерческую версию, про коммерческие лицензии, то они также предоставляются бессрочно. Вы ограничены только сервисным контрактом, сервисным пакетом. Условно, через год ВМС не перестанет работать. Он как работал, так и будет работать. Единственное, что вы там не получаете обновления. Илья Волоков спрашивает, когда мы разворачиваем кластерное решение с мастер-нод, обязательно и достаточно ли одной или надо две? В режиме кластера у нас мастер может либо один быть, и бизнес-нодов – это точки сбора и проведения конференций. Условно, их может быть одна, две, три и так далее. Неограниченное количество. Если бизнес-нода выйдет из строя, то система продолжит работать. Но если выйдет из строя мастер, то вся система прекратит свою работу. Следующий режим, чтобы мастера подстраховать у Ялинка, это не два мастер-ноды, а три мастер-ноды. То есть у них либо 1 плюс N, либо 3 плюс N. Это также есть в инструкциях администратора описано. То есть получается, что в режиме 3 плюс N это один мастер, два слейва и энное количество точек сбора и проведения конференции. Соответственно, если выйдет из строя мастер, то следующий саб-слейв, он уже подсхватит работу и станет полноценным. Система не порушится, а продолжит свое существование. Но это уже про режим кластер. Это отдельная, достаточно сложная, как это сказать, система. Отдельный сложный вопрос. У VMS есть резервное копирование. Ну, условно, это бэкап с настройками. И если физически машина не изменилась, с бэкапом это все можно восстановить. Если копировать виртуальные машины, например, если это виртуальные, то лицензии теряются, потому что идет привязка к аппаратным ресурсам сервера. Условно, если в рамках тестирования вы меняете какую-то аппаратную или виртуальную платформу для тестирования, то вы просто пишите нам, что вы поменяли платформу, и вам нужна новая демо-лицензия, и мы ее просто перевыписываем. Если не демо, то пишите в службу технической поддержки, что у вас там, вы переносите платформу, насколько, либо там у вас условно сгорел аппаратный сервер, и вам нужна новая лицензия, то с коммерческой, боюсь, что это быстро не получится сделать, но в случае необходимости мы вам можем выписать быстро демо-лицензию. Это достаточно быстрый и легкий процесс, то есть чтобы восстановить работу вашего сервера. Потом, когда уже, скажем так, коммерческая лицензия будет готова, вы просто отвяжете демо-лицензию и привяжете коммерческую. Демо-лицензии, они выписываются, могут день в день, в день запроса. А лицензия выписывается в Китае, условно, если вы напишите рано утром, условно, в 10 утра по Москве, либо в первой половине дня. Дай часу дня, да, давайте скажем так. У нас в 5 часов разница с Китаем. Если вы до часа там за какое-то время нам пишите, мы успеваем отправить этот запрос, и вполне возможно получаем ответ вот ядовик. Если позже, то в любом случае на следующий день не получим от них какую-то, ну, либо лицензию, либо ответ какой-то. Иван, скажем, можно подробнее по WMS Live License, по требованиям к серверу и каналу? У нас, насколько я помню, был вебинар по настройке, или, так скажем, по новинкам WMS, как раз, кем мы где анонсировали эти новые лицензии, там была презентация с табличкой по нагрузке на сервер. Предлагаю вам там посмотреть. У меня сейчас на нашем канале на YouTube, вы можете найти этот вебинар и посмотреть. У меня сейчас просто этих данных нет. Алексей спрашивает, а что надо указывать, какие аппаратные данные для получения лицензии и переноса лицензии на новый сервер. При запросе на демо, ну, вообще на демо, либо коммерческую лицензию, вы нам не должны никакие аппаратные данные присылать. То есть это вы просто пишете, какое лицензии, какое количество и каких лицензий вам надо, и все. Привязка, она происходит автоматически. Вот. Что-то там, не макадреса никакие не нужны. В момент активации или загрузки, если это оффлайн лицензия, вот именно в этот момент происходит привязка. То есть пока вы лицензию не загрузили, в принципе, вы ее можете использовать в любом сервере. Другой вопрос, что если вы ее уже загрузили, она к нему привязалась, то повторно ее использовать на другом сервере у вас не получится. Соответственно, вам здесь никаких данных нам предоставлять по самому аппаратному серверу не нужно. Можете выслать сам лицензионный ключ, который у вас в ВМСе в разделе лицензии указан. Нам лишним точно не будет. Ну и название компании нам будет нужно. Правильно или нет? Ну да, ну там не лицензионный ключ, а он называется как Device ID, то есть идентификатор устройства. Фактически он привязывается к лицензии. По нему мы тогда, мы, Ялинг, сможем определить, кому это лицензия выдавалось и уже сделать вместо нее новое. Алексей, как происходит проверка, что сервер не сгорел, а я еще раз запросил лицензию. Если у вас есть сервисный контракт, то, конечно же, мы никак не проверим. Будем, скажем, как-то правильно сказать. Мы вам полностью поверим. Ограться на ваше слово. Да. Никто просить фотографии, пруфы и по сгоревшему серверу просить не будет. Другого прошу, лицензия в онлайн-режиме активирован, я так понимаю, некоторая связь с сервером Ялинг имеется. И просто вам отрежут предыдущую лицензию, которая у вас была. Да. При загрузке новой у вас отвалится старая. У нас есть возможность, Алексей спрашивает, если сервер тот же, но я решил переустановить лицензии, нужны новые. Не очень понял, честно говоря. Если у МС активирован, у него уже есть какой-то набор лицензии, и вам нужны условно было на 20 участников, вам нужно 40 участников, то просто присылаются новые лицензионные ключи, ничего переотвязывать не надо, просто нужны новые лицензионные, конечные ключи, вы просто загрузите пару файлов, и у вас появится новый набор лицензий, если у вас сервер не упал при этом. То есть это у МС работает, и нужны новые лицензии. Просто загружаете несколько файлов, сколько лицензий запросили, столько и загрузили, и все. Ничего переустанавливать не понадобится. Получается, аппаратный сервер остается тот же, но у него заново остаются операционные системы МС. В этом случае, если аппаратные не поменялись, характеристики условно, там, о кадре сетевой карточки, то она должна восстановиться. То есть она должна все равно смочь авторизоваться. То есть вы сможете использовать эту старую лицензию, другими словами. Коллеги, я предлагаю, на самом деле, уже... Ну вот, смотрите, коллеги, как раз-таки на виртуалке, Mac и другой будет. Значит, нужна новая лицензия. Как раз-таки тому, что поменялись характеристики. Новый MAC адрес, но это значит новый сервер. Это как раз-таки произойдет у вас, если вы скопируете виртуальную машину и там развернете условно на другой, то у вас в лицензии потребуется новая. Про это тоже уже говорили. Коллеги, мы уже почти два часа общаемся. Я предлагаю вам... Всех был рад видеть. Предлагаю, на самом деле, заканчивать. Вот. Надеюсь, вам тоже это было интересно. Будут вопросы. Обращайтесь, задавайте, получайте на тестирование. На тему уставления Mac, я так понимаю, у Ялинка не только по Mac идет привязка. Есть ли какая-то информация? Ну, коллеги, информация такая, что при переносе виртуалки YMS теряет свою лицензию. Даже при копировании самой виртуальной машины. Поэтому... Имейте это в виду, да. Коллеги, вам спасибо. Всего доброго вам. Спасибо вам большое за вопросы. У кого еще вопросы остались, пишите нам в пресейл и техническую поддержку. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok